С актером для первых съемок я вообще его смотрела, когда мне было 13-14 лет. С остальными актерами — темный парень, европеец, русский. Начали купаться, потом начали купаться без белья. Вся пизда щипет, повредили пизду вот этим огромным дилдаком. До горла доставали из пизды. Тупо шла кровь. На съемках я поняла, что я не знала, что такое жесткий секс. И это было очень не комильфо. Привет, друзья! Рада видеть вас на своем YouTube-канале под юбочкой Робби Гуд. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. И сегодня мы продолжим тему о съемках порно. Если вы еще не видели первую часть, то обязательно посмотрите ее. Там тоже очень интересно. И для понимания полной картины нужно посмотреть две части. Ссылка на нее будет где-то здесь или здесь. Перед тем, как приступают к съемкам постельной сцены, каждый актер подписывает договор, контракт, в котором указаны условия съемки, его добровольное согласие. И также обозначается рейд, то есть прайс за эту съемку. Также каждого актера перед началом нового съемочного дня отводят в отдельную комнату и снимают с ним отдельное видео. Актер должен держать паспорт в одной руке, а другой рукой он показывает на компьютере дату, в которой происходит съемка. И там есть специальный текст, который нужно зачитать на камеру, сказать свое имя, фамилию, сегодняшнюю дату и сказать, что ты находишься вне состояния алкогольного или наркотического опьянения. Я не знаю, как это правильно называется, согласие на авторские права или отказ от них. Не знаю. Ну, в общем, это согласие на добровольное участие в съемках 18+, и согласие на то, чтобы потом эти материалы были опубликованы и на них зарабатывали деньги. Один из самых интересующих вопросов, я полагаю, это сколько мне заплатили за съемку и за съемки в целом. К сожалению, я не могу говорить, потому что, во-первых, это будет не тактично по отношению к другим актерам. То есть это такое внегласное правило, что и между собой актеры не обсуждают этого, и потом где-то в публичном пространстве не говорят об этом, если это не какие-то суперзвезды, где их доходы уже как бы есть в открытом доступе. Просто потому, что у каждого актера свой рейд, свой прайс за съемку, и кто-то работает за меньший прайс, кто-то за больший, и могут возникнуть какие-то недопонимания, ссоры, конфликты из-за этого. Я не знаю, как формируется прайс, на это влияет много факторов. Например, снимался ли до этого актер для других порно-студий, были ли у него такие сцены ранее, потому что за эксклюзив дают больше. Плюс также влияет медийный это персонаж или нет. Вот, в общем, очень много факторов. Поэтому я просто обозначу, сколько в среднем платит обычному актеру, который еще не раскручен, который только начинает сниматься, для обычных средних продакшенов в Европе. Америка — это отдельная тема, как бы я в этом не сведуща. В Европе платят за классическую сцену мальчик-девочка 500 евро. Это ставка для девушки. Для парней, как правило, это ниже раза в два. За анальную сцену, как правило, платят 800 евро. За сцену лесбийскую — это 300-400 евро. И за сцену соло, где девушка просто дрочит себе, это 150-200 евро. Студии, для которых снималась я, платят, в принципе, больше, больше того, что я обозначила, потому что это, типа, крутые продакшены. Плюс, помимо того, что они, в принципе, платят больше, мне предложили еще больше. Не буду говорить точные суммы, но, короче, это в несколько раз выше средних ставок, которые я обозначила. Не знаю, почему так. Возможно, потому что у меня уже были раскручены немного соцсети. Я работаю в такой сфере, уже зарекомендовала себя в этом. Ну и плюс, к тому же, я нигде не светилась, не снималась ни в каком порно до этого. Это эксклюзив считается. На тот момент мне казалось, что да, это неплохие деньги относительно того, что платят в среднем. И, например, учитывая, что у меня было три съемки за неделю, я, в принципе, заработала плюс-минус столько же, сколько я зарабатывала на тот момент за неделю. Ну, в общем, я осталась в плюсе. Ну, не в плюсе, я считаю, ну, неважно, блядь. Все поняли, что я имею в виду. Как происходило знакомство с актерами? С актером для первых съемок, для фильма от Виксен мы вообще никак не познакомились. Мы познакомились прям перед съемками, чуть ли не голышом. Ну, да, я там была, по-моему, сразу же голышом. Вот, познакомились минут за десять до начала съемок. Сейчас мы будем заниматься сексом. Ну, в принципе, все... Все прошло окей, профессионально. Парень опытный, он мне подсказывал, помогал, что и как правильно сделать. С остальными актерами, с актером для туши... Вот, фильм для туши был вообще последним, мы снимали. И с ним мы были знакомы с самого начала съемок, потому что он участвовал во всех предыдущих моих фильмах. Он был второстепенным актером. И что забавно, этот актер уже давно в сфере, давно в индустрии порно. И он... Я вообще его смотрела, когда мне было 13-14 лет. Так, снялась с ним. С актером для Блэкет мы тоже познакомились перед съемками за пару дней и потусили еще вместе какое-то время перед съемками. Симпатизировали ли мне мои актеры? Все были очень приятными ребятами. Мне не симпатизировали их размеры. Мне было ужасно больно. Ну, про это я еще расскажу чуть попозже. А так, все были очень приятными, но я вообще никак не могла... Я особо не оценивала их как мужчин, как партнеров для секса, для удовольствия. Я рассматривала их как партнеров по работе просто, потому что мне там было... То есть я не воспринимала это как секс, как какой-то... Как реальный секс. Это чисто была работа на камеру. Был ли у меня секс с кем-то за пределами съемок? Да, с одним из актеров. Кто подписан на мой инстаграм, те знают. С кем? Напишите в комментарии. Мне просто хотелось с кем-то потрахаться, потому что у меня не было дня 4 секса вне съемок. И как бы... Ну, 4 дня я не кончала. Думаю, как-то, блин, не то. Надо как-то исправить эту ситуацию. С одним из актеров мы затусили на катере. Там была еще одна русская девочка и еще один актер. Потом там разбились на пару. Ну, мы просто знали с этим актером, что мы сниматься будем. И вот несколько дней как-то знакомились, общались, тусили вместе. Ну, в общем, на катере начали купаться. Потом начали купаться без белья, начали целоваться. Ну, и все вот так вот произошло. Понравился ли мне этот экспириенс? С одной стороны, да. Все в целом, атмосфера. Все было на таком ночиле, на расслабоне, очень кайфово. Но сам процесс секса после соленого моря, когда у тебя вся пизда щипет, тебе еще туда что-то пихают. Более того, у меня еще после, это было после первых съемок, на первых съемках мне еще как-то повредили пизду вот этим огромным елдаком, что у меня потом несколько дней тупо шла кровь. Ну, все в порядке. Я потом сходила к врачу, там, ничего не было серьезного, но просто, ну, как бы, это не мои размеры, и моему организму было очень нехорошо от этого. Тем не менее, на следующих съемках я все равно снималась, я снималась уже просто с губкой внутри. Еще почему я захотела потрахаться с этим актером перед съемками, чтобы посмотреть вообще, как это влияет или не влияет на результат потом работы в кадре. Будет какой-то теншин или нет. Ну, с его стороны был какой-то теншин, с моей не было, опять же говорю, потому что это для меня очень в новинку было, я очень волновалась, ну, не то чтобы очень волновалась, но я концентрировалась исключительно вот как правильно все сделать, как мне говорят, ничего своего не вносила, там, ничего особо не чувствовала, и там, мне не было, то есть я четко разделяла то время, которое мы проводили за съемками и то время, что мы проводим на съемках, то есть у меня теншин как-то не образовался. Повторила бы я этот опыт секса на катере? Да, ну, не в таких условиях, я бы хотела со своим любимым мужчиной на какой-нибудь огромной яхте шикарной, чтобы у меня не кровоточила пизда, и чтобы мы до этого не купались в море, чтобы она еще не щипала, было бы вообще, было бы славно. Получила ли я удовольствие во время съемок? Сексуального удовольствия я не получила никакого от слова совсем, потому что мы с актером не руководили нашим процессом совокупления. Ну вот, пришли в тренажерку как будто бы позаниматься, только мы были тренажерами друг для друга. Плюс, к тому же, съемки происходят, как правило, на жаре, вы все потные, вас еще дополнительно обмазывают маслом, чтобы ты, типа, красиво смотрелось в кадре. Думаешь, как бы там у тебя ноги не отнялись, пока ты скачешь вот этим лягушонком сверху в этой, типа, очень красивой позе, не знаю, чем она вообще красивая, не думаешь о том, как кончить там, думаешь о том, как показать, как будто бы ты кончил. Поэтому, ну, такое удовольствие я не получила. К тому же, я уже сказала, что там были огромные члены, лично для меня, они были, ну, не знаю, как будто бы мне просто, они, не знаю, до горла доставали из письма. Больно было со всеми актерами, неважно, это был темный парень, европеец, русский. У всех были просто очень огромные члены, особенно вот на первой съемке, где мне там повредили что-то. Также один из самых популярных вопросов, принимают ли что-то актеры перед съемками, потому что съемки длятся часа два-три, то есть, вернее, как от момента, когда актеру нужно быть уже с эрегированным членом, то есть для фотосессий, и до момента, когда ему можно закончить, то есть когда завершается видео, может пройти часа три со всякими там помехами, какими-то форс-мажорами, и во все это время он не должен заканчивать. Соответственно, такое время на своих силах мало кто может продержаться. Здесь я не могу ответить про свой опыт, потому что я не видела, ну, при мне никто не принимал никаких препаратов, ничего себе не колол в яйца, поэтому я не знаю про своих актеров. Но точно знаю, что 90% ребят, которые снимаются в порно от года и дольше, на своих силах уже не вывозят. То есть через какое-то время они начинают принимать сначала препараты, чтобы стоял долго, потом уже начинают колоть себе определенные препараты в яйцо или в основание члена. Были ли у меня после предложения о съемках для других порностудий или для тех же самых? Да, мне предлагали сниматься. Девочка-агент от порностудии, кто тоже курировала меня по поездке, по сотрудничеству с этим модельным агентством, она также предлагала мне съемки для других продакшенов, но я отказалась. Там были такие же прайсы, как у меня были и для тех порностудий. Мне достаточно было этого опыта, мне хотелось просто попробовать, и я не рассматривала для себя это как работу на постоянной основе. Несмотря на то, что это тоже связано с сексом, там есть какие-то свои преимущества относительно работы в эскорте, например, то, что это максимально безопасно в плане физической безопасности, но в остальном я не вижу никаких плюсов относительно эскорта. Мне больше нравится ощущать реальное удовольствие свое и партнера и действовать не по какому-то сценарию, действовать не на красивую картинку, а именно на удовольствие в реальной жизни. Ну и, конечно же, в эскорте зарабатываешь гораздо больше, чем на съемках в порно. Ну и оргазмы в эскорте настоящие, по крайней мере, у меня. На съемках нет. Совпали ли мои ожидания с реальностью, полученной от этого экспириенса? На 90% совпали. То есть мне очень понравилась съемочная команда, очень понравились ребята, которые снимаются. Мне было очень приятно познакомиться и повариться вот в этой среде. Я предполагала, что съемки — это достаточно тяжелый процесс. Единственное, что я недооценила, это то, что на съемках может быть прям действительно больно во время самого секса. До съемок я думала, что мне нравится достаточно жесткий секс. На съемках я поняла, что я не знала, что такое жесткий секс. И лучше бы я не знала, что это такое. Что интересно, у меня за весь мой опыт работы в эскорте, чуть больше года, был только один такой клиент, кто трахался плюс-минус так же, как трахаются в порно. И это было очень не камильфо. В общем и целом, я осталась довольна тем, что решила попробовать себя в этой сфере. Это был очень интересный экспириенс, но это больше такая разовая акция. На постоянной основе я не хочу работать в такой сфере. Оказалось ли участие в порно выгодным для меня с точки зрения имиджа? Ну, скорее да, чем нет. Но не сказать, что это прям было вау, супер выгодно, то есть что у меня очень сильно прибавилось от этого клиентов, что отталкиваясь от этого я повышала свой прайс. Нет, это не так. Да, у меня были некоторые клиенты, кто пришел именно, потому что я снималась для Vixen, туши Blackit. Но таких заказов было не очень много. Я получила гораздо больше прибыли, например, от написанной книги своей и, например, от участия в интервью для редакции. То есть там вот это был реальный выхлоп. Здесь в порно такого особо я не заметила. Пожалуй, это все, что я хотела рассказать вам о своем опыте съемок в порно. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии. я постараюсь на все-все-все ответить. И также поставьте лайк этому видео, мне будет очень приятно. И подпишитесь, если вы еще не подписаны на канал. Всем пока!